В предыдущей серии «Иксалайк» мы показали ребятам наш дом, устроили вечеринку, с которой Настя вообще не могла уехать и, увы, решили попрощаться с Марком. Это первое семейное реалити-шоу на русском ютубе. Меня зовут Мэри Сен, я популярный видеоблогер и начинающая певица. Теперь ты с нами каждую субботу, подписывайся, тебе будет очень интересно. Знакомьтесь с моими лучшими друзьями, мы все разные, но мы одна семья. Герман – актер, певец и всегда говорит людям правду в глазах, и их это даже бесит. Бинет – моя сестра, она добрая, но немного крэйзи. Настя Мяне любит аниме и играть в игры. Родионова – подруга детства и бьюти-блогер. Ева – маленький единорожик и любит делать все спонтанно. Да, это про нее. А Марк – милый американец. Раз, два, три. Я хочу напомнить, что в серии вы видите отрывки нашей жизни. Одна серия – это не один день, это целая неделя. Поэтому не делайте поспешных выводов. Было очень много ситуаций, которые не вошли и которые не снимались для шоу. И я хочу сказать, что мы реально семья, и все люди, которые здесь участвуют – это мои лучшие друзья. И то, что вы видите, происходит с нами на самом деле. У нас нет сценариев, мы лишь стараемся показать самое интересное и, конечно же, это прокомментировать. Наконец-то к нам приехал Треван, теперь на одного классного парня здесь больше. Привет. Я рада, что я работаю с Треваном, он мой музыкальный продюсер, и теперь у меня будут песни, которые мне нравятся. Мама, можно музыку пить? Конечно. Ну, я приехал именно, чтобы записывать песни, создать новые хиты. Делай то, что я хочу. Вот, отлично. То же самое, У-У-А. Мы сейчас работаем над песней. Правда, еще не придумали название. А почему после делать то, что я хочу? Это она. Это что такое? Это охрененно, да? Это про что песню, ребят? Прикольно получается. Не, прикольно, мне нравится вообще. Вы же в эти вообще как продюсер студентples. И так как Треван у нас первый раз, нам очень интересно узнать, что же он думает о всех ребятах. Марк – приколный парень. Красавчик. Маленький такой. Я... А, моя лучшая подруга. Веселая она. Бенед. Что я про Бенед знаю вообще. Карина? Чай меня постоянно делает, очень благодарен. Наста Мияни из Майами тоже очень веселая, они все веселые. Маша, я всегда хотел, чтобы Маша писала песни, и вот наступил момент, когда мы начинаем писать песни. И Герман. Не знаю, кто это такой. Пойдемте пить чай? Пойдем чай попить. Это новый стиль? Это наш новый кубик, то есть мы будем играть в кубики. Я не люблю Герман. Мне тоже так кажется. Неговоримо. Он все равно не поймет. Будет плакать, как всегда. Вот это сразу меня бесит просто. Бе. Бе бесит. Треван приезжает к нам раз в неделю, и поэтому мы опять утром записываем песню. Я схожу с ума, мысли в моей голове, мысли в моей голове. Это было идеально, и я не записывал ничего. У меня так иногда бывает. Записываем, но все равно кнопку не нажмал, и Маша поет очень круто, и заново. И, кстати, саундтрек XO Life, вы же слышите, что в начале это как раз поет тревон. И, может быть, в дальнейшем мы сделаем большую песню все вместе и снимем клип. Если это прикольная идея, оставляйте свои комментарии внизу. XO Life Вообще не знаю, как мы придем сегодня. Я сама, я всю ночь реально не спала и думала об этом. Как все это будет? Начало верить в человеку, типа, делать все для него. Верь. Время тратить. Время тратить. Ну, я очень переживала по поводу того, что в этот день надо было выгонять Марка. Не хотелось даже туда ехать, если честно, говорить что-то. Привет. Мы хотели поговорить насчет тебя вообще, в общем. Мы Марком занимаемся уже с августа, и поэтому уже прошло много времени. Мы ему дали очень многое, но взамен мы не получаем ничего. Ты был другой, и я не хочу, чтобы со мной так поступали. Когда мы зашли, то есть я очень переживала. Я даже очень мало говорил, потому что, ну, мне сложно было, действительно. И видно было то, что он как будто предчувствовал что-то плохое. Ну, конечно, терять людей и прощаться с ними очень тяжело. Просто понимаешь, уже неоднократно мы с тобой общались. Объясняли, как себя нужно вести, как не нужно. Объясняли, почему, понимаешь? Я очень сильно нервничал в тот момент, потому что этого разговора я ожидал дня два, по-моему. И, кстати, за день до этого я везде прилежал на диване, предвкушая вот то, что произойдет. Ты так относишься, будто бы ты точно так же много чего делаешь. Ты точно так же прошел весь этот путь, и как бы тебе никто не смеет ничего говорить. Много тебе говорили, понимаешь? Про искренность, про твои эмоции, как нужно выражать. Мы хотели, чтобы ты был собой. Мне приходилось ему объяснять такие простые вещи. То, что он должен быть благодарным ребятам, потому что они много чего делают для него. Они дали ему такой толчок, который в нашей жизни дается не каждому. Но взамен они хотели одного, чтобы ты просто работал, чтобы ты развивался и целил. Я тебя спрашивала, что такое, что такое? У меня все хорошо. У тебя реально все хорошо или нет? Ну, да, хорошо. Так как он два месяца в Москве, я думаю, может быть, ему нужно отправиться в Одессу, встретиться со своими друзьями и мамой. Просто бывает состояние, когда у меня все нормально, но от этого я не начинаю как-то веселиться. Я просто хожу и о чем-то думаю. И от этого девочки говорят, что я какой-то изменился, что я какой-то грустный, какой-то резкий, злой. Я думаю, что тебе нужно просто поехать домой, понять, что и как решить, нужно ли тебе это. Мы уделяем тебе время, которого и так нет. И мы не выясняем, мы не приходим к точке взаимопонимания, понимаешь? У меня как будто два мнения. Вот, поэтому я и говорю, что какие-то эти две личности, которые борются, и мы это все тоже берем на себя. Поэтому давайте не будем усолить одно и то же, я просто хочу сказать, что ты разберешься сам со своими мыслями. Отдохнешь, напишешь, и мы все решим, как дальше это делать. Согласен? Вот, получается, сегодня поезд. На сколько? Восемь часов. Восемь. Ну, ты успеешь. Угу. Я не хочу, чтобы тебе плохо было, нам всем плохо было. Я вижу, что ты должен отдохнуть. Хорошо? Спасибо. Не переживай. После этого разговора мы остались с Машей и с Марком без камер и поговорили с ним наедине. Я был очень откровенным и решил рассказать всю правду. Рассказал нам некоторые личные вещи, которые его беспокоили. Мне действительно на тот момент волновали некие проблемы, но я думал, что они настолько мелочные. Он рассказал, что у них был конфликт с девочками, а девочки нам об этом не рассказывали. И открылась как бы другая сторона медали. И после этого разговора мы с Германом отошли в ванную комнату и я позвала Карину. Когда они сказали мне те вещи, которые рассказал им сам Марк, я, конечно, была очень удивлена. Я не знала, что делать. Я даже не знаю. Мне кажется, надо поговорить с девочками. Сказать девочке, все, конечно, классно, все, конечно, замечательно. Когда Герман дал мне билет, я пошел собирать свои вещи. Думал уже о том, как я вернусь, что будет потом. Тут зашли ребята и позвали меня на еще какой-то разговор. Это было, на самом деле, неожиданно. И то, что скрывали девочки, это было тоже не очень хорошо. Непонятно было, почему Марк все это время молчал. Не говорил ни слова про девочек, то, что они его обижают. Мы с Евой ничего плохого не делали. Но, походу, Марк чем-то проболтался. И вот теперь мы получали. Ну, это полная фиаско. Из-за того, что Марк что-то не говорит, да, Марка держит в себе? Из-за того, что вы что-то не говорите, складываются такие вот неприятные разговоры. Но выяснилось, что как бы мало того, что у Марка есть свои бога, у вас тоже их хватает. Утаиваете какие-то моменты, которые вас могут в плохом свете, да, показать. Вы пишете какие-то гадости, вы что-то ему говорите. Кому это надо? Мы решили, что Марк уедет пока что, да? Вы же не сказали? Нет, пожалуйста, не надо, пожалуйста, ставьте Марк. Знаете, вот когда человек пассивен, то к нему как-то даже не тянешься. И такая же ситуация была и с Марком, поэтому мы как-то не боялись его потерять. Мне не нравилось то, что он не мыл за собой иногда посуду, не нравилось то, что он иногда там резко отвечал, там, ну вот это мне не нравилось. Ну и не нравится. Вот только вот эти вот пара моментов? Ну не только. Я сказала. Я не буду говорить другое. Это что-то личное сильно? Да. Марк понял то, что, ну он знает то, что он наглый человек сам по себе. Потом, когда видеоблогер становится популярным, он становится наглым, и это самое ужасное, что может быть. Потому что у нас половина видеоблогеров наглые. А почему его говорят, что на игры? Ну я так говорю. Да мы все так думаем. Да, я не хочу, чтобы люди смотрели на кисло лицо и сами смотрели, да, просто могли с кислом. Не думал, что это настолько заметно, что это на игры. Взять то видео, когда я один снимал вот там, мне кажется, я очень искренний. Но я забыл какие-то там проблемы в грусти, и вот просто показался, ну как бы более хорошие выдвинул. Мне тоже так показалось, что на том видео есть клип. Ну да, Марк говорил, что типа на последнем видео он прямо типа искренний, какой он есть. Я понял, что у меня действительно были косяки в поведении и вообще во всем. Но я уже полностью исправился и готов исправляться дальше. Мне очень помного помог Герман. Я не стыжусь всем говорить, что если бы не Герман, то не было бы Марисен. Я хочу, чтобы вы потом, когда выросли, вы сказали бы. Не то, что типа я вот лох, и если бы не Марисен, то меня бы не было. Нет. А то, чтобы вы этим гордились. Ну, видимо, как бы есть к чему стремиться, да, если вот так вот люди с собой расстаются без сожаления. Сейчас может поменяться марка судьба полностью. Возможно, из-за того, что я был постоянно скрытым и никогда ни с кем не общался, Ева и Бинет приняли меня за какого-то врага и решили, что они не боятся меня потерять. Мы не боялись его потерять, потому что мне казалось, что он врал нам. Но потом я поняла, что он просто все не договаривал. Считай, что тебе очень сегодня повезло, потому что я хочу тебе дать шанс для того, чтобы ты реально поменяешься. Ура! Можно я еще того? Я ничего не понял. Я поняла, что они захотели оставить его, и поэтому я порвала билет. Когда Карина разорвала билет, то есть у меня как будто ком спустился. Я решила познакомиться с Марком заново. У меня это для конца вот. У меня Настя. У меня Марка. У меня. Я просто почувствовал внутри какое-то, знаете, типа второе дыхание. И я понял, что ребята как будто заново в меня поверили. И с этого момента я решил, что я больше никогда не вернусь к себе и прежнему. Это твоя девочка. Кто-то не рад. Я себя так повела, потому что я была в растерянности, когда сначала мы все как бы думали, что он нам врет. Все были, грубо говоря, против него. Честно, я думала, что Марк поедет в Одессу, но из-за того, что он раскрылся и рассказал, что его волновало, все как-то радовались, а я просто могла переключить свою мозгу, что вообще произошло. И поэтому у меня было такое лицо. Я поняла, что я могла сделать ошибку, но виноват он в этом, потому что нужно говорить. Марк зря пытался надеть на себя какую-то маску и не быть собой. И вы обязательно говорите всем всегда правду. И тогда не будет таких ситуаций. Вы думаете, Марку было легко смотреть второй выпуск, видеть ваши комментарии? И он понимает и благодарен, я уверена мне, что он изменился в лучшую сторону. Я рада, что у нас все хорошо. Хотите поговорить втроем? Да. Да? Втроем. Она пыталась скрыть какой-то инцидент, который произошел между Евой и Марком. Прямо так? Никак. У нас вышла первая серия X-Life, и мы решили всех ребят сводить в кино, потому что уж очень долго мы сидим дома и делаем дела. Мы в кино. А мы нет. Правда? Поехали быстрее. Спасибо. Оооо. Все говорят, что я их просто не выпрямляла. Ооо, как было, оказывается. Прикольно. А мы в кино. Были. Идем. Ребята решили как-то разрядить всю эту обстановку, потому что дни были достаточно тяжелыми, и они пришли и обрадовали всех. Мы идем? Более открытыми. Мы в кино идем, что ты советуешь людям? Герман, я снимаю голый челлендж, это видео без редактирования. Ну ладно, продолжай. Раз голый. А ты голый? Нет, у него голый челлендж, он уже 16 минут, записывай без остановки. И уже думал, все, мне нужно видео будет начинать заново перезаписывать, но Герман такой, типа, идем в кино, и я решил, что это будет очень крутой момент, и решил оставить это видео. Не надо. Песня, песня. Я был очень счастлив, что мы вот так вот всей семьей нашей пошли в кино. Это было очень круто. Два раза, нет, только два раза. Мне понравилось то, что у нас были VIP-места, и мы там спали. Подписались на мою машину. Ну, это было очень сильно. Черт, а ты не вон в виду? Ты не вон в виду пицца? Ты не вон в виду пицца? Ты не вон в виду пицца? Ты не в виду пицца? Ты не в виду? Ты ты видишь? Смотри, ты не в виду, бред. Смотри, бред. Не, 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 не. Смотри, ни в handy, ни в праву. Эти все парни с детства мечтают о радиоуправляемой машинке И у меня в детстве тоже такая была Но это, это просто что-то новое Потому что ты управляешь прям с телефона Так себе развлечение Блин, машинка вообще офигенная На самом деле мне очень понравилась И редко такое увидишь И это стоит 25 тысяч? Много Блин, надо как-то интересно отвечать Чтобы с меня тоже мемасики делали Самый лучший в мире мультик, самый лучший персонаж Я, конечно же, рада, что Герман купил ошибку Настолько круто, вы просто не представляете Это тату для тебя, молния Макуни Все нормально Ты мне же кроешь Я ее высосала Ты вампир? Конечно А сейчас еще новую обложечку сделала красивую И вы охренеете, какая она офигенная Хотите посмотреть? Я сейчас принесу Сейчас принесу Так как девочки постоянно говорили, что я не готовлю И я решил их как-то приятно удивить И это был таким, знаете, знак примирения, что я приготовил мой завтрак Мне было правда приятно Я проснулась утром и почувствовала запах еды И когда вышла на кухню, я удивилась то, что приготовил завтрак Марк Ну сделал и сделал Надеюсь, что он будет так же нас по утрам радовать Помидоры нельзя на завтрак Нож? Нет, ты по-моему любишь огурцы, которые без шкурки Потому что вчера ты их ела без шкурки Один их ел Ну это даже не один огурец А ты уже поел? Угу Ну я бы лучше ела на самом деле Мне конечно было приятно, но... Говно кулинар Это что я сказала? Ну подписалась Спасибо Пожалуйста Эта ситуация нам показала, что мы должны быть дружнее И мы начали даже убирать все вместе Обязательно переходи в наш паблик XO Life Подписывайся и будь активным Самые активные будут получать футболки от меня И еще жди супер-мега-трансляцию со всеми нами Мы расскажем вам все секреты Она пройдет здесь, на этом канале Поэтому подписывайся Обязательно нажимай на колокольчик Чтобы не пропустить трансляцию Будет очень интересно Ну как может быть неинтересно Подписывайся на канал всех ребят Чтобы не пропускать новые видео Комментировать И только по вашим комментариям Мы будем понимать, кто лучше всех работает Потому что цель этого проекта Стать лучшим видеоблогером В следующей серии XO Life Ну я ж не виновата, что там как-то неправильно Я типа буду скучать, подожди младшинки Кабычный блог Мне по*** Ты очень красивая Спасибо Если что, я еще здесь А это твой парень? Кстати, я же даже не остро путь за это Ну, пятьсот рублей какой-нибудь штраф Ну ты заплачешь мне денег Да я заплачу пятьсот рублей легко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!